всем привет дорогие друзья сегодня у нас очередное видео покупок украшений и секунда вот очень быстро вот так вот мельком вам покажу то что у нас сегодня в меню так скажем всем добро пожаловать на мой канал я живу в канаде кто у меня впервые я живу в канаде я покупаю свои украшения в благотворительных магазинах куда люди приносят вещи которые им не нужны поэтому на своих так сказать превьюшках я пишу что они выбросили то есть как бы физически это вещи вещи не были выброшены отданы в магазин благотворительные но фактически люди отдали вещи которые мне нужны то есть если бы не было благотворительных магазинов они бы просто эти вещи выбрасывать давайте начнем уже рассматривать как всегда я начинаю с не самых ценных так скажем а я хочу сказать что я покупаю вещи не только я покупаю вещи не только винтажные но и вещи современные иногда просто потому что они мне нравятся и мне кажется что они будут у меня опять же поскольку я все свои вещи в основном ношу то я покупаю вещи которые мне нравятся вот например такая брошь очень трудно назвать ее возраст правда очень трудно потому что не нашла и не по каким стоило на 8 долларов не нашла и не по каким не по картинке не по описанию нигде очень может быть что на винтажные это брошь почему потому что довольно такая длинная довольно длинная толстая игла застежка вот такая вот собачка по-моему она называет не знаю сделана очень хорошо очень качественная вещь тяжелая вещь красивая эффектные две бабочки как я уже сказала слоны и бабочки это две вещи которые два сюжета вернее которые мне чаще всего попадаются в наших секундах видимо потому что это тебе те как бы сюжеты которые очень часто используют для для сюжетов в украшениях не только винтажных в современных тоже ну про бабочек я как бы согласна насчет слонов это странно я не моему удивлению слоны действительно очень часто является сюжетом сюжетом винтажных кулонов броши и так далее ну вот так такая вот в принципе очень красивая брошь очень сюжетная большая красивые кристаллы прозрачные я думаю что это стекло постучу давайте постучи вместе ну да похоже что звенит как стеклышки кристаллы очень красиво переливаются опять же маркировок никаких но сделано очень качественно и буду носить ее с удовольствием потому что мне кажется что она очень красивая необычная вещь давайте перейдем к еще одной броши мне кажется что что-то я подобное видела стоила на 6 долларов но я не могу вспомнить по картинке я тоже ничего не нашла но что-то она мне напоминает но я не знаю что ой не уже есть маркировка конечно что же я говорю это брошь кора представляете я не готовлюсь к своим видео я покупаю эти вещи и они мне лежат в мешочке значит ждут очереди чтобы я вам ее показала их конечно же я и конечно же я очень часто забываю что у меня лежит в этих мешочках я просто потом когда я снимаю видео я достаю и начинаю вот вам показывать и поэтому очень часто у меня вот такие вот проколы появляются что-то она мне напоминает что-то знакомое конечно это брошь кора я не помню если я ее где-то находила я уверена что наверное да ну видите она стоила 6 долларов для скор для броши кора 6 долларов это принципе не так уж и много маркированная брошь в прекраснейшем состоянии идеальная брошь подойдет абсолютно ко всему очень красиво сделано видите она собрана на заклепку с обратной стороны вот бантик здесь есть два элемента бант и вот это вот лента вот она как-то склепана здесь растяжка так и маркировка вот это я дала конечно что-то она мне напоминает но не помню что найти ничего не могла долгое вступление очень люблю броши вот такого типа также кстати как и это я очень люблю броши с яркими красивыми кристаллами необычные так далее но для носки вот такая вот вещь вот такие броши намного более удобные они ко всему абсолютно подходят нужно только подобрать правильно цвет металла и подобрать к остальным украшением к серьгам к кулону к цепочке и так далее как вы видите вот посмотрите они обе золотые но они совершенно разного цвета это такая лимонное золото немножко даже больше серебро а это прям желтая желтая золото очень красивая брошь такая объемная но не очень большая очень хорошо может много к чему подойти следующая брошь и клипсы у меня есть не очень подходящие но но они совсем точно но я их купила мне кажется что их можно замечательно вместе носить сейчас я сначала посмотрите на них маркировка сразу прежде чем открывать свой рот и говорить что я не знаю что это кто это стоила на 6 долларов так маркировку проверяем маркировок нету 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 я не помню если я находила в интернете если находил эту поставлю вам картинку тоже вот брошь из разряда подойдет ко всему по цвету тоже видите немножко отличается от них обоих то есть они все имеют разные оттенки золота это лимонное золото это прямо очень желтая это такое среднее золото очень интересной формы интересного дизайна очень качественно хорошо сделано я думаю тоже что брошь винтажная судя по вот этому вот потому как она собрана на заклепку судя по замочку видите здесь две даже заклепки здесь и здесь прям прям просится маркировка прям тоже вот что-то она мне напоминает есть броши просто очень похожего дизайна много такого типа дизайна брошь классическая очень красивая брошь совершенно такая знаете вне моды и вне вне трендов прекрасно будет сочетаться совсем с любой одеждой я кстати не буду далеко откладывать потому что я хочу вам показать клипсы которые они не шли комплектом они тоже стоили 6 долларов так что у нас маркировка маркировок нет по моему я не думаю что это был комплект потому что я их покупала ну это ничего не значит я покупала их в разных магазинах но просто мне кажется что это не совсем комплект потому что они похожи но не идеально сколько 6 посмотрите какие какие красивые клипсы что они не цепляются к моим пальцам какая-то странная у них застежка давайте просто так вот и будут держать вот так они тоже они зеркальные что говорит о качественном изделии как правило зеркальные клипсы они как бы вот фирмы подороже делали видите клипсы на правое и на левое ухо которые не очень подороже они одинаковые эти вот есть правая и левая клипса смотрите как красиво необычно не сделано классические тоже клипсы классической формы классического размера небольшие не маленькие то есть вот такая вот клипса маркировок нету что-то там внутри но это не маркировка просто какие-то узорчики фасончики смотрите как интересно они сделаны тоже собраны на на какие-то какие-то здесь заклепки клепки заклепки такая сякая и сама застежка вот здесь вот припаяна здесь и вот здесь интересно сделано сзади видите много разных каких-то заклепочка нами что я хочу сказать мне кажется что они очень подходят к этой к этим к этой броши я не могу сказать что они идеально подходит я даже уверена что это совершенно был не комплект но по цвету металла по идее по дизайну по сочетанию металла брошированного и блестящего гладкого они просто мне кажется очень бы подошли друг другу не их наверное вместе вам по отдельности примере вместе примере чтобы вы посмотрели чтобы вам было интересно не знаю про возраст зажине и сказать думаю что винтаж но судя по там клепкам заклепкам и так далее ну прям такая сохранность великолепно что вызывает некоторые сомнения но тем не менее надеюсь что винтаж текст еще одни клипсы стоили вообще 3 доллара я их поэтому приобрела не только поэтому всегда приятно когда цена не очень высокая но вещь явно винтажная такие люцитовые клипсы я уверена что где-то есть к ним колье или брошь но не у меня но где то есть маркировок нету но явно винтаж явно где-то семидесятые я думаю кстати не пойму вот они симметричные или нет тоже видите зеркальные то есть вот состежка и вот так вот они надеваются на одно ухо на другое можно вот этим вот треугольничком к лицу можно наоборот от лица вот такие вот замечательные это термосет или люцит я не уверена честно говоря что вот такие вот прикольные очень красивый желтый цвет строгие симметричные формы серебристый металл без всяких изысков но очень интересные такие знаете вкусные вот их приятно держать руках приятно ощущать трогать маркировок нет эти обратная сторона сделано вот так просто на клею и здесь припаяна растяжка клипса надо мне поискать хотя бы душ браслета точно должен быть какой-то к не сто процентов не думают браслет из таких вот элементов был бы очень очень красиво если бы я нашла его было бы замечательно надо поискать так следующие клипсы тоже стоили всего лишь всего лишь 3 доллара это клипса с микро вышивкой недавно я вам показывала брошь которую я такую же нашла с микро вышивкой я вот честно вам скажу не думаю что я буду их носить хотя примере конечно для вас это скорее для коллекции потому что вот ну они такие миленькие при может в принципе и буду носить ну как бы это не совсем вот так вот скажем мой стиль да но мне очень интересно вот эта вот технология микро вышивки недавно я купила такой брошь я вам показываю сейчас я покажу я честно говоря когда их увидела подумал оба от комплектом к моей броши на самом деле комплект не очень получается потому что здесь совсем другая совсем другие цвета и совсем другой рисунок и все совсем другое есть розочки здесь фиалочки в общем так что комплект не получится но тем не менее мне захотелось их приобрести потому что я мне очень интересно вот всякие интересные какие-то вот именно винтажные старинные технологии с которыми делались украшения даже те которые я может быть не буду носить но мне хочется чтобы у меня не были потому что мне просто интересно их просматривать ну и вам показать опять же не стоили три доллара так что это вообще как бы не вопрос мне немножко охрипло уже третье видео которое сегодня записывал вот вот такие вот интересные конечно же винтажные все эти клипсы они винтажные на них как правило нет маркировок но ведь даже вот то что здесь вот такая вот заклепочка не сделаны заклепки это говорит об их винтажности конечно это больше ли вещь коллекционная чем чем для носки но те кто занимается винтажной бижутырии те кто ее как бы коллекционирует те оценят почему я их приобрела потому что это реально если вы не не знаете то это реально видите вышивка на такой сетчатой сетчатой пластинки ткани сделано вот такая вот вышивка залито пластиком и встали вот такую вот оправу такая была технология когда-то так делали украшение тоже следующее украшение у нас очень интересное колье стоило на пять долларов и я долго думала как же она открывается как же она работает я держала его в руках крутила вертела значит сама цепочка сделана из такой вы знаете гнущийся гнущегося жгута я даже не знаю как это назвать она не тянется некоторые они чуть-чуть тянется некоторые из них на немножко растягивается видите такая резиновая нет застежки на ней нигде кулон вот так вот сделан с рядом что то пластик хотя может быть и нет смотрите как с обратной стороны она сделана красиво тоже не просто так ну и как же вы думаете она открывается вот такой секрет большой секрет для маленькой компании кроме того что она очень эффектная но очень загадочная мне было я долго сейчас я сломаю подождите вот разлепила значит видите здесь такая интересная кнопка и какие-то маркировки я не очень поняла что это значит здесь много-много буковок но это какой-то стук у стук у стук у вот так она называется такое название эти 100 с ти усики у стук никогда ни о чем таком не слышала никогда не знаю что это такое но мне очень было интересно и и не захотелось иметь вот это украшение потому что вот такой застежки интересные как кнопка причем надо приложить силу чтобы ее открыть видите она так того на тугая вот прям такая кнопка но кроме всего прочего она сама по себе довольно интересно и красиво сделано очень красиво выглядит на шее за счет вот голубого красивого цвета морской волны вернее камни и вот этой вот такой необычной интересной цепочки тоже не знаю насчет возраста оттрудняюсь сказать очень сложно определить возраст так следующий у меня клипсы не сегодня много клипс да да мне тут уж много клипс вот такие вот старенькие клипсы с перламутровыми пластинами у меня есть несколько таких украшений есть браслет такой есть зажимы для для одежды такого типа есть с прошлого с одного из моих недавних вернее видео у меня есть брошка с такими вот сейчас и вот она у меня недалеко я сейчас ее постараюсь найти нет брошка к сожалению видите желтого металла а клипсы белого на браслет у меня точно вот такого белого металла все-таки еще с наверно его поищу принесу и мы посмотрим смотрите давайте сначала рассмотрим эти клипсы а потом я вам покажу что у меня уже есть и у меня прям собирается целый целый большой комплект и набор значит вот такие вот клипсы с перламутровыми этими пластинами сюжет незамысловатый просто такой цветочек с такими серебристыми серебристыми металлическими лапками и небольшим таким декором как листочки вот такие вот они да и сзади они сделаны тоже незамысловато на такой клепки немножко видите сход покрытия здесь на такой заклепочки прикле прикле плена застежка маркировок никаких нету все эти украшения которые у меня есть с этими перламутровыми пластинами они все без маркировок сережки миленькие клипсы верни симпатичные значит что у меня есть к ним я уже это показывала просто те кто не видел показываю еще раз у меня есть вот такой вот металль вот такой что же такого похожего цвета металла браслет шикарно совершенно из тоже с такими металлическими тоже с перламутровыми пластинами почему серебра металлическими я не знаю вот такой браслет посмотрите они в принципе подходят очень друг другу к этому браслету потом у меня есть вот такое простенькое ожерелье кстати она по моему маркирована сейчас я проверю мне кажется что это кора да сейчас посмотрю да это кора вот такой вот простенькая ожерелье которая идеально подходит к этим к этим клипсом и про вот эти вот зажимы я вам говорила зажимы для это как будто бы дресс-клип или дресс-клипы или это шу-клип может быть ими можно украшать обувь вот видите у них вот такая вот система то есть это конечно не клипсы это зажимы для одежды здесь есть номер патента на них где-то был вот здесь плохо видно но по-моему мне кажется что-то номер какой-то или маркировка нет мне кажется что-то номер я помню что я уже их рассматривала вот такие вот они папа поинтереснее у них более такой интересный дизайн но тем не менее они тоже в общем перекликаются с моими вот этими с моей находкой вот этими вот клипсами в общем вот такой вот у меня складывается комплект набор всего вот этого вот добра с переломутровыми вот этими пластинами очень симпатично очень красиво я считаю что такое знаете благородное украшение идеальное тоже ко всему подойдет давайте я это уберу потому что это не из этой серии из друг с другой серии а мы здесь выкладываем украшение только из этой серии и наконец гвоздь программы я была в большом затруднении прежде чем я решила покупать мне это или нет как вы видите стоило это брошь недорого 6 долларов почему я была в сомнениях потому что я подумала как ты ее дешево оценили для броши именно старинной я даже думаю что это брошь не винтажная это брошь антикварную давайте сначала рассмотрим ее она выглядит очень странно не правда ли что же такое зачем же это долго рассматривала долго не могла понять потом поняла что это имитация пряжки пряжки для пояса в интернете нашла несколько вариантов таких брошей их именно носят на поясе на поясе на платье или на юбке и как будто бы имитация что эта пряжка для пояса она сам где прям с к отapo из а на самом деле это брошь вэти как будто вот пояс в поиска то вот эти вот зубчики продевают а то выглядит это вот так вот как будет и сперва это пряжка вот так а на самом деле это брус теперь посмотрите на ее обратную сторону и застежку на ее замок я абсолютно уверена что это антикварная вещь очень очень старенькая. Почему я сомневалась? Я не знаю. Я долго на нее смотрела и не могла понять в чем смысл вот этой идеи. Но все-таки какая-то чуйка, какое-то шестое чувство мне подсказало, что это какая-то вещь, которая интересная, необычная. Я, конечно, все-таки решила ее купить. Им больше она стоила всего лишь 6 долларов. Посмотрите на замок ее. Посмотрите на какая застежка у нее. Видно, что вещь антикварная. Не идеальная в сохранности, но судя по тому, какого она возраста, я думаю, что это лучшее, что могло быть. Тем более, что обратная сторона не идеальная, а вот правая, как бы ее основная сторона просто абсолютно в идеальном состоянии. Теперь у меня большие сомнения по поводу этих кристаллов. Или это стекло, или это какие-то камушки. Я даже не удивлюсь, если это окажется какими-то камушками. драгоценными или полдрагоценными. Потому что в те времена, знаете, на украшения вполне могли прилепить что-то такое полдрагоценное. Тем больше, они так переливаются и блестят. ну и сам, сама брошь сделана очень интересно. Посмотрите, здесь какие-то цветы, бравировка. сделана под какую-то средневековую брошь, старинную, но она, в принципе, и так довольно старинная. В общем, чудесное украшение. Редко попадаются у нас действительно антикварные вещи. Вот, мне попалось. И совсем за недорого. Я думаю, что оценили и так, потому что не поняли, не поняли, что за сокровище перед ними. А я считаю, что это сокровище. Не побоюсь этого слова. Вот такая вот интересная, необычная находка. Никогда не попадала в меня. Ни у кого не видела. Но в интернете, похоже, я нашла. Поставлю вам, конечно, картинки. Вот такая вот интересная, шикарная вещь. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие у нас сегодня были украшения. Вот такие у меня сегодня были находки. Безусловно, конечно, вот это мой шедевр. Моя вишенка на торте. Ну и все остальное, в принципе, вполне такое, даже очень ничего. Я всем рада очень моим старым друзьям. Я всем рада новым моим друзьям. Если вы еще не подписаны на мой канал, то я надеюсь, что вы подпишетесь, что вам будет интересно со мной. Для тех, кто у меня впервые, у меня не только видео про украшения, у меня видео про магазины, примерки, болталки. В общем, все, что мы, девочки, любим. А на сегодня все. Вам всем привет из Канады. С вами была Дита. Всем пока, бай.